всем привет youtube привет сегодня будем анонсировать очередную серию по аппаратам для правки вмятин на горячую решил подготовить пройтись нашу учебно-тренировочную деталюшку чтобы контакт с поверхностью электрода был как можно лучше вот сегодня на этой детали мы будем смотреть пробовать работу этим аппаратом аппарат будет следующий вот такой у нас будет на рассмотрение аппаратик называется hot strike фирмы галич мы с ним немножко поиграемся поработаем покажем вам что он из себя представляет и так далее так далее и тому подобное вот артем готовится показать рассказать про свой аппарат как и чего включаем все там заработала массу прицепили сейчас у него там угольный электрод и мы попробуем сделать несколько дефектов вот мы сейчас выберем место сниму отсюда давай делаем дефекты то побольше сделай не скромный пойдет вот такой у нас дефект получился схлоп-хлоп сейчас я чуть настроюсь чтобы тихонечку слева справа налево и и поднимаю ничего ничего не ждет температура тепленькая деталь-то тепленькая не горячая пытаюсь снять за качество съемки я заранее извиняюсь не всегда он хочет резко хорошо снимать вот она наша полоса по идее здесь мне будет лучше снимать поехали еще раз он слишком быстро и сделал слева на вот такой чудо-юдо аппарат распрямляет нашу мятинку или царапина то как назовет все-таки видно как прям металл бугрится и поднимается не торопись мы никуда не спешим понятно что это как бы не выделал все делается это просто показать работу прибором галич довольно неплохо так он по поднимает металл маленькая не увязочка вот до сюда не получается сделать потому что здесь металл изнутри не до очищены но пройдись еще раз как отсюда еще поснимаю надо было все таки вот эту черту хотя бы чуть полирующим снять потому что она бликует и как бы на на камере видно как будто здесь именно царапина осталось не видно все таки что металл поднялся даже как шишкой такой резко сплавает все время ну ничего в принципе вот мы видим что было и что стало решили затереть это дело дабы убрать саму царапку это такая легкая полирует он там даже можно сказать не абразивно вот и попробуем сейчас здесь пару мятин если передаст камера тут как мы видим вывернула аж наизнанку вмятина это этот потяг наоборот вот таким домиком стал то есть его еще надо забивать будет ну что попробуем где-нибудь здесь может пару вмятин сделать и их починить резиновым молоточком мало 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 токнули опять же повторюсь это электродом обмененный просто без всяких там пробойников без всего просто играемся этим прибором я уже особо не вижу давать что шагрин подравниваем ну ты знаешь шишечка и буквально за один раз простучать и я не буду ну шагринечки он что-то не хочет шагрин снимать ну шагрин давай вторую вот я на нее нацелился живой репортаж вот это еще держит рядышком плоскость ты где есть я что-то не вижу где у тебя инструмент ты хоть пальцем к ним не а тут же еще надо чтобы это видно было вмятинки тут такие но сантиметров по 5 в окружности не пожалели ударили от души так снижит так бликует в общем за качество съемки извиняюсь сразу как говорит мой внучек извиняюсь вот и мы извиняемся если что-то плохо видно мы старались ну в принципе уже не особо рядом вот вмятина еще одна большая давай ее поковырей прибор на минималке да сейчас я сниму вот минимальные настройки да и как видно краска сколько водили как бы не давали остывать но нигде и металл тут такой еще это по-моему хотел сказать Deo Matisse это что-то из корейцев но 90-х годов не помню название фамилию машины но тут металл тоже такой еще довольно-таки упёртый мелко большая надо ее плоскость держит но тем интереснее будет тогда она будет побеждена это это не конечно это похоже что с это то есть ну то так шучу чуть разрядить обстановку поднимается потихоньку правильно когда быстро поднимается либо залома либо еще какие-нибудь и рассказывает чё ты делаешь такую молитву читаешь чё ты делаешь там прям какой-то технологии нету но по краям по краям ввожу прибором тем самым поднимается юбка ямки и тащить за собой дно так резкость наводить видно все таки что в диаметре она уменьшается потихоньку торопиться смысла никакого нет оставать не даем это по хорошему за по хорошему бы надо было ждать и остыть но если был бы в дымочек какой-нибудь вы надо если бы краска вернее лак загорелся то уже дым бы пошел ну вот она если вот так взять уже она стала довольно таки плоская и естественно потихоньку уменьшается в диаметре это так сказать съемка вживую без купюр я ничего тут вырезать не буду ребята многие просили снимите вот от начала до конца чё и как выполняем эту просьбу деталь не гудит ничего не трещит единственно звукся от самого прибора ну да вентилятор конечно шумновато работает но опять же если кто-то работает на из того там где куча пневмоинструмента болгарки подъемники там но и прочие прочие механизмы то это им буфер они уже к этому привыкли а если кто конечно привык работать в полной тишине но скажем так это может напрягать но на вкус и цвет говорится кто-то наоборот любит слушать музыку во время работы кто-то работают в полной тишине так это мы немножко отвлеклись сейчас я попытаюсь укропниться ладно плавно отметим то наш уменьшается опять же артем я так понимаю можно было чуть громкости прибавить это все гораздо было бы быстрее но в данном случае мы не хотим сжечь краску а как бы как вот она в жизни должно быть почему-то жесткость плавает но допустим вижу что кое-де допустим имел бы смысл какие-то шишечки сейчас взять дать остыть пробойником подсадить но опять же я повторяюсь мы сделаем просто чисто эту самым приборчиком окончания понятно что где там можно забить где-то там крючочком под наколоть потом это все полирнуть шлифануть вопрос то сейчас не об этом просто показываем как работает сам прибор без прикрасы без купюр я вот это все выложу так как есть опять же не всегда удобно это снимать мне допустим моментами уходит настройка четко расплывается автофокуса нету такого что прям ловил все это не бы по хорошему вообще лампу рядом другую поставите в другой плоскости снимать в принципе там центре вот осталось немножко а я надо да вот я с этим говорил она как просится но мы этого делать не будем сейчас мы сделаем маленький перекур просто дадим ей чуть остыщу вот одна ямочка такая плоская она держит не дает нам вот эту приподнять вот она я попытаюсь сейчас а вот она ты и немножко надо сейчас приподнять поскольку она нам не дает вот эта вот штука развернуться там мы видим то что я пытался вот это вот сжечь ну вот они все эксперименты спутером какие следы оставались ладно вопрос не об этом вот она наша ямочка которая тянет я хорошо видно а там не зачищена но вот короче край про да сейчас мы что-нибудь придумал чуть-чуть пришлось то вмятина как раз тут усилитель у нас идет в общем неудачно мы по наделали вмятин решили чуть приподнять поскольку работать надо вот здесь а вот это вмятина тянет вот решили взять чуть ее подправить чтобы она нам не мешалась то есть чтобы доделать те три вмятины и вот это место нам не тянуло ну в общем 40 караван сарай получился решили еще таких пару вмятин троечку сделать и быстренько давай показать как поднимаем со срединки да идеала никто тут выделываться не будет тут в реальном времени показываем как она как она была разворачивать много главную шишечку разворачивать буквально на металлостыне чуть просядет там уже пробойчиком доработать но мы никого дорабатывать не будем в данном случае мы просто показываем что прибор делает самый опять же что самое интересное и что самое важное никаких не дымов вот рядом кадре видно да я споттером тут на малых оборотах пожег лак краску то есть там силы очень много было приложено хотя я ставил на минимум естественно и дым и все было и лак спалился а здесь все это вот довольно быстро разворачивается снимки конечно не ахти вот я как бы держу камеру глазом видно гораздо лучше но к сожалению не вариант это снять и вот так чтобы сделать все красиво это все понятно но металл выворачивается и поднимается довольно таки эффективно к сожалению еще раз повторюсь пытаюсь снять все более-менее получается удачно и красочка остается целой кому надо уже эти приборы все по покупали ребята работают успешно вот и у нас ход дошел сняли такую сожалению длинная получится но ребята просили показать вот все это достаточно достаточно ровно не применяя никого ничего вот все это поднялось но и в итоге вывод артем удачно успешно все работает ну на этом сегодня все решили еще маленький эксперимент сделать тоже поиграться тут более видно будет я на то же самое черенком молотка плавно можно это и нужно делать не за один проход а за несколько решили такую ямку хорошую сделать зигзагом было видно я в принципе отсюда видно хорошо это деталь конечно вся она подкалеченная перекалеченная учебно-тренировочная дверка уже по хорошему поменять на что-нибудь свежее более ровно вот как мы видим прямо на глазах уменьшается у нас я с такими маленькими перерывчиками буду снимать потому что нет смысла затягивать видео ну вот это место к сожалению мешают другие моменты как мы видим вот как ребром это первый раз мы проходили вывернула вмятина наоборот то есть по-хорошему ее надо брать и вот эту вот красоту вот я снимаю это вывернулся наоборот вот она вмятина была здесь у нас не зачищенный участок ее вывернуло домиком в другую сторону то есть аппарат довольно таки эффективно работает да к сожалению тут уже каша есть у меня еще на складе еще одна дверь такая осталась на чистом еще поработаем поснимаем ну а так уже видно что вмятины то и нету того пропора и естественно что по-хорошему это все надо будет подзабить и еще раз пройтись подправить ну на этом наверно хороший а то слишком длинное видео получается уже там где была большая вмятина уже все достаточно аккуратно решение небольшое по скрипту видео и так получилось длинное но просили без купюр как мы видим что был прочерчен молотком была такая линия вернее не молотком а черенком вот таким вот и в итоге аппарат этот даже на минимальных настройках на минимуме и выворачивает была вмятина вот такая ну условно вот так стала она у нас вот так то есть домиком вывернула естественно что так никто не работает просто так сказать этим показали насколько он сильно даже на минимуме выворачивает но на мой взгляд по-хорошему это надо все плавно выводить чтобы не было вот этих резких потягов металла вот ну вопрос как бы не об этом решил заснять все это поподробнее насколько там получилось или не получилось вам судить многие просили показать как бы более подробно все без купюр поэтому я ничего не вырезал ну вот такой вот пока что вывод довольно сильно воздействует на металл прогрев металл выворачивается очень успешно естественно надо этим пользоваться аккуратно в благих целях они просто так брать и жечь ну я думаю выводы ясны аппарат работает работает эффективно и естественно им надо научиться пользоваться во благо но на этом пока все дальше как говорится ребята будут писать просить там задавать вопросы какие-то я постараюсь на них ответить на эти вопросы и снять показать видео дальше по этим аппаратом это так сказать проба сил было я думаю уже следующую детальку оконть возьму более новую я имею ввиду на ровном на чем-то показать работу потому что тут деталька вся искалеченная исковерканная как говорится трудно все это уловить будет ну на этом все всем спасибо за внимание пока пока